Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас его вторая часть под названием «Бизнес-класс». Тема сегодняшнего эфира «Аптечный бизнес в России». У меня в гостях Тимур Шакая, председатель Совета директоров аптечной сети АВЕ, руководитель, соучредитель сети аптек Горздрав, ну и много других там брендов. Насколько Тимур мне сообщил, мы об этом чуть позже скажем. Тимур, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. Телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании финам.фм. У вас есть возможность позвонить, либо написать нам на сайте, задать свой вопрос Тимуру. Собственно, такие вопросы я уже вижу, но к ним мы вернемся чуть позже. Итак, давайте начнем беседу. И первый вопрос следующий. Буквально 15 минут назад с моими коллегами в эфире «Сухого остатка» мы обсуждали ситуацию на фондовых рынках и говорили о взаимосвязи реальной экономики, реального бизнеса с показаниями этих самых публичных компаний. Тимур, вопрос, может быть, не совсем по существу, но тем не менее. На ваш взгляд, эта взаимосвязь существует? Ну, взаимосвязь, вы знаете, она существует в первую очередь ментально, к сожалению. Ментально, здорово. Ментально, ментально. К сожалению, действительно каких-то измерительных показаний на сегодняшний день нет. И, в общем-то, наши такие гуру в области фондовых рынков это отчетливо говорят, декларируют. Поэтому, ну, зачем мы будем пытаться строить из себя кого-то, кто знает больше них? Ну, это так, это ментальная связь. Ну, мы не будем строить, я просто, мне было интересно именно ваше мнение, потому что, в частности, вот мы, опять-таки, да, в предыдущем эфире говорили, отвечали на звонок нашего слушателя по поводу ситуации в Америке, да, там, экономика растет, ну, достаточно скромно, там, да, 2% с небольшим, а фондовый рынок за прошлый год вырос на 25%. Что это, это же, с одной стороны, пузырь на фондовом рынке или, может быть, там, не совсем реальное отражение действительности? Америка — это очень хорошая, такая добрая, старая страна, где чудесным образом уживается все, что не может ужиться, в принципе, в нормальном сознании нормальных людей, да, и фондовый рынок Америки — это, в общем-то, то, что диктует всему миру, так или иначе, как себя вести, как жить, как смотреть. И Америка — это хороший большой кейс, по которому нужно учиться и смотреть на лидеров, тех людей, которые умеют зарабатывать на фондовом рынке, в общем-то, наш дядюшка Уоррен Баффет — это, как бы, там, прекрасный показатель, который, ну, мастерски играет, маэстро фондового рынка, ну, просто смотрите, что он делает. — Бог с ним. По поводу примеров, кстати, давайте вернемся уже в нашу действительность, поговорим непосредственно о аптечном бизнесе и о вашем бизнесе прежде всего. Так вот, по поводу примеров. Вы, когда формировали свой бизнес или в процессе, может быть, его развития, вы эти примеры для себя какие-то определяли или действовали, исходя из собственных каких-то, из собственного мировоззрения? — Смотрите, когда я строю какой-то бизнес, я не смотрю, как он будет на фондовом рынке, я не смотрю, как он будет, я смотрю, какую пользу он принесет людям. Если бизнес будет приносить людям пользу, люди будут готовы платить за него деньги. Если люди будут платить за него деньги, он будет прибыльный. Если будет прибыль, он будет интересен на рынке, в том числе на фондовом, в случае, если мы его будем туда выводить и так далее. То есть важно смотреть именно составляющую, что бизнес дает. Бизнес ради бизнеса уже никого не интересует. Интересно именно что-то придумать такое, чего никто не делает, идти против рынка, развлекаться, когда ты делаешь что-то одиозное и то, что другие считают малоадекватным. Тогда все получается. Это здорово, это очень убедительно, но я вдруг неожиданно подумал о том, что аптечный бизнес и делать что-то непохожее на других, идти против рынка, быть в хорошем смысле неадекватным в бизнесе, связанном со здоровьем, мне кажется, это не очень реально. Это очень реально. Главное смотреть, что нужно людям. Мы же говорим о том, что сама услуга априори, она естественно направлена на лечение, но то, как ты ее предоставляешь, вот здесь можно будет играть совершенно по-разному. Когда бизнес спекулировал на лекарствах, мы открыли аптеки оптовых цен Горсграф, пошли полностью против рынка, сделали самый жесткий дискаунтер в Москве, который сейчас становится федеральной сетью и получили достаточно серьезную долю людей, которые зависят по ценам, для которых важно покупать именно качественные лекарства, по минимальным ценам, это хронические больные и так далее. Мы пошли в нишу самых низких цен. Когда вслед за нами люди посмотрели, оказывается, это успешный бизнес, быть дискаунтером, круто и так далее, и почему-то все аптечные сети России стали дискаунтерами, мы пошли в люксовый сегмент и открыли сеть самых премиальных аптек класса, выше, чем средние европейские аптеки и самые топовые аптеки в Европе. Это Ava Family, Ava Luxury. Черные аптеки, люксовые, мы первые сделаем. Сейчас опять кто-то пытается что-то повторить, но поздно. Да, то есть, опять же, надо вовремя все делать. Вовремя, да, я тоже подумал о том, что надо успеть. Пока все пошли в дисконт, мы пошли в люкс. Пока все спекулируем, мы пошли в дисконт. Принципиальная позиция ваша такая, то вы впереди идете, да? Конечно, конечно. А как вы нащупываете вот то самое направление, в какое надо идти? А мы общаемся с людьми. Мы разговариваем с людьми, которые вокруг нас. Мы разговариваем о потребностях людей. Мы пытаемся понять, что неудовлетворено. Что вот людям, моим друзьям, моим знакомым нужно. Вот сейчас мы занялись вообще совершенно другим параллельным аптечным проектом. Это мы открыли представительство клиники в германской клинике. Открыли представительство в германской клинике. Сейчас во времена года у нас недавно было открытие офиса представительства клиники Германии. Почему мы это сделали? Наши друзья говорят, на вот люксовый сегмент берем, который ходит в нашу аптеку. Они привыкли, они ездят на хороших дорогих машинах, они ходят в хорошие дорогие рестораны. А медицина их не очень устраивает. Им нравятся наши аптеки, им стало приятно ходить в эти аптеки, потому что там ассортимент другой. Отношение другое, наверное. Другое отношение, другое обслуживание, сервис. Лекарства такие же, как в Европе. У нас прямые контракты с производителями и так далее. Очень много интересных моментов, которые они получают именно в этих аптеках. В том числе в некоторых аптеках можно даже прийти и побриться. Есть какие-то такие уникальные вещи. И они нам говорят, а вот как бы нам сделать так, чтобы мы и комфортно лечились. Мы говорим, отлично. У нас есть партнерский медицинский центр в Германии. Это такой Рейнрур, регион Германии в районе Дюссельдорфа. Где команда немецких врачей образовала медицинский центр, куда вошли топовые врачи по разным направлениям. Вот, например, есть там топовый врач по лечению печени, есть топовый врач по онкологии, есть топовый врач по пластической хирургии. Они сами возглавляют клиники другие, разные. Они являются шефом разных клиниках региона Рейнрур. Рейнрур, регион Рейнрур. А, в одном регионе. Да. Ну, это такой больничный регион, там больничная деревня большая. И в этом регионе Рейнрур собраны лучшие клиники. Вот в этих клиниках есть шеф-врачи. Вот к шеф-врачу, чтобы попасть просто так, у него запись на 3-4 месяца берет. Да, вот если просто человек хочет позвонить из Москвы или откуда-то, или из Германии, или из Англии, записаться именно к этому шеф-врачу напрямую через клинику, вот ту, которую он возглавляет, это 3-4 месяца запись. А если он обращается через этот медицинский центр, в который они вошли, то есть там задача предоставить лучший сервис, премиальное обслуживание лучшими врачами. И Рейнрур Медикал Центр делает это как бы за неделю, за две недели можно попасть к этому шеф-врачу, который является гуру в той или иной области. Мы для людей, которые являются клиентами аптек AVE Luxury, сделали вот эту программу. У них есть карты, веб-карты, да. И они с помощью этих веб-карт получают премиальное обслуживание. По этим веб-картам они звонят, либо обращаются в представительство, получают специальные цены. Они получают специальное обслуживание. Они приезжают в Германию, их встречают в аэропорту Mercedes S-класса. Их везут в тот отель, который они хотят получить. Лучший отель, семейный отель или замок какой они выберут. Их с утра забирают и везут в ту или иную клинику, к тому или иному шеф-врачу. Вечером привозят обратно, устраивают экскурсионные программы. Там ввели стоматологические каникулы, где можно там... Медицина Германии настолько далеко оторвалась от нашей, что вот те люди, которые ее пробуют, да, они, ну, к сожалению, уже... Они пугаются, я хочу предположить. Сейчас новости, послушаем потом новости. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Аптечный бизнес в России». И у меня в гостях Тимур Шакая, председатель Совета директоров аптечной сети АВЕ, руководитель, соучредитель сети аптек Горздрав. Напомню, телефон в студии 6510996, код города 495 и сайт компании финам.фм. Вы можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив, написав, задать свой вопрос или прокомментировать собственную точку зрения, да, по этому поводу. Вот сейчас очень интересно, Тимур рассказывал о премиальном сегменте. Ну, закончим, давайте, вот эту сказку с медицинской, да, медициной в Германии. Медициной в Германии, ну, действительно, да, те люди, которые привыкли ездить на мерседесах и аналогичных машинах, уже «Жигули» для них, в общем-то, тема, к сожалению, пока еще неактуальная. Неактуальная, да, я надеюсь, что когда-нибудь наш автопром выйдет далеко вперед и обгонит и перегонит загнивающих капиталистов. Ну, это вы сейчас просто такой реверанс делаете, видимо, да? Я искренне на это надеюсь, я буду этим гордиться, но пока, да, нам же нельзя, как бы, ну, не обращать внимания на действительность. Если мы будем не замечать своих ошибок или своих сложностей, мы никогда не добьемся чего-то хорошего. В частности, наша медицина, она точно такая же, как наш автопром, к сожалению. Она отстала от Германии ровно настолько же, как «Жигули» от «Мерседеса». Это не значит, что этого нельзя исправить. Это нужно заметить, это нужно увидеть и это нужно принимать какие-то очень серьезные шаги здесь. Но пока те люди, которые привыкли к хорошему сервису, они настроены на лечение там. Они настроены на то, чтобы они готовы потратить свои деньги за гарантированно качественное лечение. Я сам, в частности, как пациент прошел все это сам на себе. Я поехал как клиент в Германию. Подожди, Тимур, сначала прошел здесь, наверное, да, для сравнения, чтобы, а потом пошел... Я здесь вынужден был так или иначе, как все мы проходили, да, какие-то обследования, какое-то что-то делали. И я прошел это в Германии. Была одна такая веселая ситуация, одна из самых неприятных процедур в обследовании. Вообще, в принципе, каждый человек после 35 лет в нормальной цивилизованной стране должен обследовать себя раз, два, три года. И вот такое плановое обследование я решил сделать для себя и поехал как клиент. Вот, да, у меня своя карточка для аптечной сети, я пошел с этой карточкой в медицинский центр. Меня там не знают. Слава богу, да? Я пошел туда, мне взяли билеты, меня отправили. Меня встретил Mercedes S-класса, меня привезли в отель, меня разместили. За меня все поговорили, мне все сделали, мне выдали программу, спросили, как я хочу отдыхать во время того, когда у меня не будет каких-то обследований в те часы, когда я свободен, какую программу я хочу на вечер и так далее. С утра меня забрали. И вот одна из процедур, которая самая неприятная вообще для обследования, это гастроскопия. Это когда глотаешь шланг. Да, надо вот этот шланг проглотить. В Германии, я думаю, там уже придумали, наверное, что-нибудь другое. Нет, там ничего другого особо не придумали, только сделали по-другому. Мне сделали маленький укольчик. Это вот по моим ощущениям рассказывают, там, две минуты. Делают укольчик, вставляют некий загубник такой, чтобы рот не закрывался. Я говорю в этот момент, что вот что-то мне глотать не очень удобно. Мне говорят, секундочку, подумайте о чем-то хорошем, и я просыпаюсь и говорю с медсестрой на немецком языке. До этого не знаю, надо уточнить, да? До этого ни разу не разговариваю. Не, ну что-то где-то там было, но, по крайней мере, лет 20 я на нем не разговаривал никак. Это волшебный укольчик. Это волшебный был укольчик. Оказывается, мне уже сделали гастроскопию, уже все прошло. И что же самое приятное, никаких ощущений, последствий этого. Потому что гастроскопия, когда делается, да, царапается, горло сжимается. Мало того, что это совершенно ужасное ощущение, да, в принципе, когда тебе на живую это делают, еще и потом последствия. Потому что мышцы сопротивляются, они все равно это пропихивают, там, наши лучшие врачи. Там ты расслаблен, ты спал, ты ничего не почувствовал, и никаких последствий. Те выдали заключение, сказали, какие таблеточки от чего пропить. А ты чудесно вернулся. Я за три дня прошел полное обследование. За три дня меня обследовали вдоль и поперек. Плюс отдохнул и развлекся еще, да? Покушал во вкусных ресторанах, меня свозили на культурные программы, показали достопримечательность. Это тот сервис, которым мы доставляем клиентам аптек. Да, может любой, в принципе, человек прийти во времена года, подняться на третий этаж, там, да? Но в первую очередь мы с кем общаемся, эти же люди, если они не были клиентами, они после этого становятся клиентами наших аптек. И это бизнес. Средний чек у таких покупателей в аптеке приблизительно в 15-20 раз выше, чем обычный средний чек в другой аптеке, да? То есть, и это существенный бизнес. Конечно. Это аптечный бизнес, серьезный, которому просто вот применили вот такую вот боковую, фланговую поддержку маркетинговую. Да, и она удала нам новый сплекс, новых клиентов, и люди благодарны. Тимур, интересно рассказывать, у нас есть звонки. Давайте пообщаемся со слушателями. Вадим, Вадим, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, Вадим Самара. Да, Вадим. Я вот общался с людьми, которые лечились в Германии, они нахваливают германскую медицину. Общался с людьми, которые лечились в США, они нахваливают американскую медицину. Общался с людьми, которые лечились и там, и там. Те считают, что американская медицина хоть и самая дорогая, но самая эффективная и самая лучшая. Вот в связи с этим к вам вопрос. А как вы считаете? Спасибо. Спасибо, Вадим. Извините, Тимур, пока прежде чем ответьте. Мне хотелось бы услышать от Вадима было. Он говорит, я общался с тем, кто лечился в Германии. Они считают это самое лучшее. Тем, кто в Штатах. И следующий, третий этап. Я общался с тем, кто лечился в России. И они считают, что наша медицина самая лучшая. Вот этого мне не хватило, конечно. Да, да, да. К сожалению, этого не хватило. Ну так на ваш взгляд, действительно. А значит, законодателями слова медицина, в принципе, современная классическая медицина, это Германия. И все новейшие разработки, которые идут, включая Соединенные Штаты, идут из Германии. Немецкие врачи все это делают. В Америке очень сильная медицина, это правда. И в чем преимущество, допустим, американской медицины, в какой-то степени, да, перед общемировой, да. Она идет, в принципе, я бы сказал, на том же уровне, что и в Германии. Но сервис, обслуживание и подход к людям там чуть лучше, чем в среднем Европе. И в Германии в том числе? И в Германии в обычных клиниках. Как у нас люди лечатся в Германии обычно? Как, ну, человек покупает турпутевку. Человек находит туроператора какого-то, который оказывает какие-то посреднические услуги. Вроде бы, да, мог бы помочь, чтобы... Ну, они говорят, что мы вам сделаем... Это, знаете, как отдых дикарем, да. В свое время мы ездили, кто-то жил в палатках, кто-то еще где-то на побережье отдыхали. Кто-то сейчас это практикует. Но это уже сейчас на любителя стала темой. И это делают те, кто уже измучен пятизвездочными отелями. Измучен Нарзаном, да, как классики говорят. Да, и сам я это тоже сейчас люблю делать, но это немножечко другое. Когда касается медицины, здесь важно, чтобы все было четко и правильно. И как-то куда попадет такой человек, который просто поехал через турагентство, который говорит, мы занимаемся медицинским обследованием, мы занимаемся... Но на самом деле они ничем не занимаются, они занимаются посредничеством и зарабатывают, спекулируют на это. Он привезет их к обычному рядовому врачу. Да, этот рядовый врач в Германии точно на уровне наших светил в большинстве случаев. Есть у нас, конечно, совсем светилы, которые... Но они же едут и в Германию оперируют, и они там же делают операции и так далее. Есть такие врачи, но, к сожалению, здесь сама система медицины, она другая в России. В Германии в реанимации на одного пациента две медсестры. У нас одна медсестра на 10 пациентов в реанимации. И какой бы великолепный ни был врач и хирург, если он сделал здесь операцию, он же в реанимации не стоит. После операционного выхаживания больного в России, вне зависимости от того, насколько успешно прошла операция, оно оставляет желать лучшего. И когда такой человек приезжает в Германию, он получает точно очень хорошее, очень высокого качества обслуживания от хороших, классических немецких врачей. Добротных мне бы... Да, добротных. Добротных. Volkswagen. Во. У нас хорошая ассоциация с автомобилями. Да, да, да. Хорошая машина. Хорошая. Хорошая автомобиль. Но мы говорим, вот если мы берем Рейнрур Медикал Центр, это представительский класс. Это уже совсем другой уровень. И американское лечение с этим сравнить не приходится. То есть оно в Германии на порядок выше. Если мы берем классический сервис, когда человеку приходится ждать в очереди и так далее, какие-то еще вещи. Да, Америка здесь, наверное, в чем-то обыгрывает. Там как-то покомфортнее все сделано, чем просто вот обычные клиники. Но когда мы берем именно вот этот империальный сегмент, который рассчитан именно на публику, которая, ну, избалована в чем-то, которая хочет за свои деньги получить что-то достойное, то когда они идут уже через официальное представительство, а не через турфирму, это представительство клиники здесь, и едут туда, им дается самое лучшее. Лучшие врачи, шеф-врачи. То есть, ну, здесь, как бы, в Америке такой сервис не предоставляется, скажем так. Возможно, кто-то когда-то его сделает, возможно, мы когда-то это сделаем. Я не знаю, может быть, почему-то. Уже вариант, почему нет, конечно. Да. Тимур, спасибо. Смотрите, у нас осталось 30 секунд до следующей паузы. И я таким образом сейчас эти 30 секунд проведу. Во-первых, уважаемые слушатели, те, кто дозвонился и сейчас ждут на линии, подождите, пожалуйста, еще пару минут, да, чтобы мы смогли вас выслушать. Ну, и для всех остальных, я напомню, сегодня мы обсуждаем аптечный бизнес. И в гостях у меня Тимур Шакая, председатель Совета директоров аптечной сети АВЕ, руководитель, соучредитель сети аптек «Городздрав». Кто еще захочет присоединиться к нашей беседе, я напомню, телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код города 495. Ну, а сейчас рубрика «Вне времени». Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам. Финам. Ну, сразу же давайте начнем с общения со слушателем. Спасибо вам, прежде всего, огромное, что дождались. И первый звонок от Александра. Александр, день добрый, вы на линии, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас есть филиал в Германии? Есть ли у вас филиал в Германии? Спасибо за вопрос. Спасибо. Коротко и ясно. Тимур. Значит, это мы являемся филиалом, не филиалом, а представительством немецкой клиники. Это имеется в виду, я так понимаю. То есть, это клиника в Германии сама. Естественно, у нее там есть свой офис и так далее. И от этого медицинского центра, куда ходят, там более 20 клиник на самом деле, открыто представительство о временах года. На третьем этаже, там есть офис. Понятно. Давайте еще один звонок на линии Алексей. Алексей, день добрый, вы в эфире говорите. Алло, Алексей. Алло, алло. Да, говорите. Добрый день. Добрый. Меня интересует, это касается тоже, наверное, аптечных сетей, аптечного бизнеса. А когда мы сможем попасть в субботу-воскресенье на прием к врачу в поликлинику муниципальную? Не только частную клинику, но и муниципальную. Вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, не совсем, наверное, по адресу, да, вопрос? Ну, вопрос, наверное, как бы, ну, почему нет? Ну, давайте порассуждаем. Давайте порассуждаем на эту тему. Я думаю, сейчас в России идет достаточно, ну, серьезная реформа медицинская. И я искренне надеюсь, что эта реформа приведет к тому, что у нас здесь будет лучше, чем где-либо. В том числе и прием к врачам и так далее будет не в очередях по 20-30 человек, а как-то это все будет, по крайней мере, организовано и так далее. Ну, вообще, наши больницы, вы знаете, например, в Германии нет охраны в больницах. Да, вот ты приходишь навещать пациента, идешь к нему спокойно, а у нас какой-то такой очень строгий режимный объект с пропускной системой, с охраной и так далее. Есть над чем работать. Есть над чем, но с другой стороны, это хорошо или плохо, что у нас есть охрана, пропускной объект? Я не верю, что эта охрана может защитить от какой-то экстремальной ситуации. То есть, изначально охрана, она для чего? Для того, чтобы охранять от экстремальной ситуации. Да, но... А сводится к тому, что она просто не пускает родственников к пациенту. Не пускает родственников к больным и не могут эти родственники нормально поддержать человека, который лежит в поликлинике и дать ему какое-то здоровье. Вы знаете, мы задумываемся над тем, чтобы открыть нормальную человеческую, с человеческим лицом именно клинику европейского типа в России. Ну, когда у нас это получится, как бы оно будет здорово. То есть, у нас есть очень хороший опыт с дешевыми аптеками, да, где каждый человек может там по ценам качественные лекарства себе купить. Мы смогли это сделать, мы смогли сделать лекарства доступными, возможно, мы сможем сделать доступным со временем и европейскую медицину в России внутри. Я понял. Я просто подумал о том, что если действительно этот проект реализуется, сначала все-таки он будет ориентирован на премиум-сегмент. Не исключено. Возможно, он начнется как премиум-сегмент, обкатается. И в следующем можно сделать аналогичную вещь с сокращением издержек на каких-то атрибутах. Ну, я говорю, у нас есть премиальные аптеки, а есть аптеки для людей, которые очень финансово зависимы, да, и часто эти люди принимают препараты хронические, больные, которые лечатся дорогостоящими препаратами по многу месяцев. Они покупают их в аптеках Горздрав по минимальным ценам. И, кстати, вот если предположить, что и в аптеке Горздрав, и в аптеке премиум-сегмент одно и то же лекарство продается, но стоимость его разная. За счет чего? За счет того, что... Значит, разная стоимость. Какие вещи, да? Какие нюансы? Аптека премиум-сегмента открывается обычно только в премиальных торговых центрах. Это аренды сразу же. Это, естественно, огромные затраты на аренду. На обслуживание выделяется большее количество фармацевтов с высокими заработными платами и так далее. Вот там второй плюс уже, да. Издержки, количество издержек намного-намного выше. Но цены на лекарства, именно на лекарства в премиальных аптеках не намного выше. Они такие же, как в других аптеках. Просто в премиальных аптеках ассортимент предоставляется более дорогостоящий. То есть люди, которые идут в премиальную аптеку, они идут за более дорогими лекарствами, аналогами, да, нежели... То есть есть вещество МНН, да, у которого есть 5-10 видов дженериковых препаратов, есть оригинальный препарат. Вот в аптеке премиальной будут покупать только оригинал. В аптеке более низкого ценового семента могут купить и оригинал, и дженериковый препарат, который стоит еще и в разы дешевле с тем же веществом. Допустим, и то, и то может быть произведено в Германии. Просто один будет оригинал, а второй дженерик. Они одинаковые по качеству, но один говорит, я все равно хочу оригинал, потому что это оригинал, а второй говорит, я хочу дженерик, потому что вещество то же самое. И у каждого своя правда, и каждый имеет право на свой выбор. Все лекарства сертифицированы, все лекарства прошли полнейший контроль, многолетние испытания, прежде чем попадают на полки. И как бы они все очень хорошие, просто, ну, кто-то хочет более дорогую версию, кто-то менее. Я понял. Давайте еще один звонок послушаем и все-таки ответим на вопрос Алексея по поводу того, когда же в субботу-воскресенье можно будет попасть на прием к врачу. Вадим, Вадим, мы вас слушаем. Добрый день еще раз. Здравствуйте. Я вот являюсь, как говорится, рядовым потребителем лекарств, постоянно пользуюсь аптеками, ну, не конкретно аптеками вашего гостя. Какие меры принимаются по недопущению попадания в аптеки поддельных лекарств? Мне вот этот вопрос интересует, потому что я вот покупаю, я хочу знать, что именно это лекарство настоящее, а не поддельное. Если учитывать то, что даже и лекарства для онкобольных тоже можно купить поддельное. И как это, какие меры принимаются, вот вы рассказывали про Германию, про США в разных странах. Что для этого там делается и почему у нас это происходит? Вадим, понятен вопрос. Единственное, я хотел бы уточнить, вы сами сталкивались с поделками-то когда-нибудь? Вы знаете, я думаю, что нет, вроде как... Ну, слава богу, да, бог миловал. Спасибо, спасибо за вопрос, Вадим. Очень правильный вопрос, очень такой важный, глобальный, актуальный вопрос. И действительно, огромное количество людей обеспокоено тем, что на территории России, как на территории, в общем-то, многих стран, есть проблемы с фальсификатами. Давайте я расскажу сначала, что для этого делается в Европе. Фальсификаты есть везде, во всех странах. Есть, подделывают часы, подделывают бриллианты, подделывают деньги и подделывают... К автомобилям давайте, к автомобилям. К автомобилям, пока не научились подделывать, уж очень дорого. Да, да. Нерентабельно. Да, 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 да. И, к сожалению, подделывают, это очень страшно, подделывают лекарства. И действительно, когда человек покупает лекарства, он должен быть уверен в том, что он покупает стопроцентное качество. Это, как бы, здесь еще и вторая проблема, что когда человек не уверен в том, что он покупает качественный препарат, срабатывает эффект, как я его называю, антиплацебо. Да, то есть эффект плацебо, это когда человек на клинических испытаниях части пациентам дают действующее вещество, части пациентам дают пустышку. И на часть пациентов пустышка действует точно так же, как действующее вещество реальное. Это вот эффект плацебо как раз. Это эффект плацебо. Но когда срабатывает антиплацебо, это когда человек покупает качественное лекарство, настоящее лекарство, но подозревает в том, что оно некачественное, оно может ему не помочь, а просто в этот влияние психики на здоровье человека. Так вот, как это защищают в Европе? В Европе ограниченное количество дистрибьюторов. Там нет такого вот большого дистрибьюторского рынка, как в России. И аптеки, работающие с этими дистрибьюторами, они налажены, четкая работа, все отлажена система, эта программа все заказывает. И аптека привязана в основном к одному максимуму трем дистрибьюторам. За счет этого как-то снижается вероятность попадания на полку некачественным препаратом. В России дистрибьюторов очень много, но это позволяет как-то держать цены рыночными и так далее. Но действительно, как бы обычная аптека может где-то что-то купить, где-то что-то... В основном подделки бывают в несетевых аптеках или в малосетевых аптеках, где люди пытаются заработать деньги на чем бы то ни было. Не от хорошей жизни, не от того, что... Ну вот они как-то пытаются где-то что-то подешевле купить, чтобы как-то с кем-то конкурировать, чтобы еще что-то. Значит, что делаем мы, чтобы защитить себя от проникновения какого бы то ни было? Мы работаем исключительно напрямую с производителями и контрактодержателями. То есть есть производители, которые имеют свою логистику, мы работаем напрямую с ними, и они сами осуществляют доставку своих лекарств в нашей аптеке. И второе, мы работаем с контрактодержателями, которые от этих же производителей... У нас с этими производителями заключен в любом случае прямой маркетинговый контракт. И производитель передает свои лекарства контрактодержателю, крупнейшему дистрибьютору, и этот дистрибьютор разводит эти лекарства в наши аптечные сети. Я могу перечислить названия аптечных сетей, которые входят в наш холдинг. Это аптеки оптовых цен Горздрав, это аптеки 120 на 80, это аптеки Стар и Млад, это аптеки АВе Фэмели, зеленые аптеки, это аптеки АВе Лакшери. И с недавнего времени мы начинаем обслуживать аптеки 36,6. То есть вот все лекарства, которые продаются в этих аптеках, это гарантированно качественные лекарства. Мы сейчас развиваем сеть Горздрав, именно с целью борьбы с фальсикатами мы пошли в Московскую область. То есть нас попросили главы районов многих, чтобы мы открыли побольше своих аптек, чтобы люди могли гарантированно покупать гарантированно качественные лекарства по минимальным ценам. В данном случае вот инициатива этих самых муниципальных глав, она была основана на том, что у вас гарантированное качество. Конечно, конечно. Гарантированное качество и минимальная цена. Здесь именно вот просьба открывать аптеки Горздрав. Да, и мы сейчас открывали там 19 аптек в электростале, там пошли по другим городам и так далее. Тимур, смотрите, мы говорили о том, что в Германии, ну, с точки зрения сетей дистрибуции, да, в Германии не так много дистрибуторов, в России их гораздо больше. Да. Это связано с географией или какие-то другие причины в этом? Это связано и с географией, и с тем, что у нас рыночная экономика идет на начальном этапе. Там она уже стабильна, она стагнирует, она ровненькая. То есть те, кто нужно было, те, кто мог, уже выжил, кто не мог уже, да, закрылся и все работает так. У нас тоже идет все по системе укропнения, все укропняется, какие-то компании, которые, там, допустим, росли правильно, они выросли, вырастают. У нас еще есть кому расти, да, много интересных игроков появляется в плане оптовиков на рынке, кто-то из игроков уходит и так далее. То есть у нас рынок еще двигается, у нас еще очень такой... То есть это нормальный процесс все-таки, да? Это абсолютно нормальный, это правильный процесс, так и должно быть. Так и должно быть, то есть здесь процесс правильный. Вот и со временем, да, у нас, я так предполагаю, будет там на Россию, ну, 10 крупных оптовых компаний и ряд операционных компаний региональных, которые будут сервисом логистическим больше заниматься, нежели именно быть дистрибьюторами. Ну и, кстати, вот в этом случае проблема подделок, она уже будет менее очевидна. Конечно, конечно. Я понял. Хорошо, Тимур, спасибо огромное. Значит, сейчас мы вновь прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ. Для вас, уважаемые слушатели, я напомню, мы сегодня обсуждаем аптечный бизнес в России. Телефон студии 6510-99,6, код города 495. Сейчас новости на Финам.ФМ, потом мы продолжаем. Звоните, спрашивайте. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Значит, еще раз я напомню. Сегодня в гостях Тимур Шакая, председатель совета директоров аптечной сети АВЕ, руководитель, соучредитель сети аптек Горздрав. Мы обсуждаем аптечный бизнес в России. Ну и, на самом деле, много всего интересного еще обсуждаем. Сейчас я буду читать вопросы из интернета. Я для вас, уважаемые слушатели, вновь напомню. Телефон 165-10-99,6, код города 495. И сайт компании Финам.ФМ. Вопрос интересен, но мне прежде всего, потому что некая новая информация в нем уже заключена. И вас, Тимур, я попрошу об этом более подробно рассказать. Вопрос от Кшиштофа. Чего ожидаете от слияния с аптечной сетью 36,6 в плане финансовых периодных показателей объединенной компании? То есть речь идет о слиянии? Ну, речь идет о слиянии. Слияние готовится. Будет выпущена доп. миссия акций, за счет которых будут приобретены доли компании АВЕ. После этого будет определенная процедура проходить и так далее. Слияние я рассчитываю, что будет объединение, назовем это. Будет где-то еще месяца 4-5 длиться. Но в данный момент генеральным директором компании 36,6 уже назначен генеральный директор компании АВЕ. Наш партнер, соучредитель компании АВЕ, он уже управляет компанией 36,6. Буквально несколько дней назад было подписание, назначение его на должность. Что мы ждем? После этого объединенная компания 36,6 становится компанией номер один в России, в Восточной Европе, скорее всего, тоже. А бренд сохраняете вы, да? Естественно, будет сохранен бренд 36,6 в Москве. Естественно, он будет сохранен во многих городах России, там, где он будет необходим. Ну, если это какой-то хороший торговый центр, если это какой-то премиальный район, там будет 36,6. Он будет сохранен, он будет улучшен, он будет отполирован до блеска. Ассортиментная политика в 36,6 восстанавливается уже на сегодняшний день, уже полностью идет поток новых препаратов. По гораздо более низким ценам они начинают закупаться, нежели закупались предыдущим управлением компанией. Уходит перенасыщение собственными торговыми марками, где, в общем-то, все было 36,6 и так далее. Часть аптек будет перебрендирована в Горздрав, особенно это будет в регионах, где людям нужны именно минимальные цены на препараты. Есть такой у 36,6 дискаунтер ЛЕКО, это аптечная сеть, которые сделали порядка 100 аптек. Они все будут перебрендированы в Горздрав, цены будут снижены до уровня Горздравовских. То есть дискаунтер, он еще имеет возможность, да? Ну, он дискаунтер был относительно, да, поэтому проект не очень хорошо пошел, а под брендом Горздрав эти аптеки находятся в очень хороших местах. В общем-то, мы сделаем так, чтобы людям было действительно это интересно. Не хватило именно более низкой цены на самом деле. То есть сейчас в Горздравов будет порядка 250 на Москву, Московскую область, 300, наверное, в ближайшее время. Практически в каждом городе Московской области будет перебрендировано 36,6 в Горздрав. Ну, не все, я говорю, то есть те, которые в хороших дорогих торговых центрах, там аудитория, которая нуждается в сервисе. Если это стрит-ретейл, то люди нуждаются именно в минимальной цене, естественно, как бы там будет Горздрав. И по городам мы сейчас проводим то же самое, сейчас ездят люди, которые оценивают рынок, которые оценивают. И там будет, скорее всего, перебрендирование Аптека 36,6 в Горздрав, что позволит увеличить выручку Аптека 36,6. В общем-то, как мы предполагаем, полтора-два раза. Полтора-два раза. Да. Спасибо. Тимур, давайте вот о чем поговорим, собственно, вспомнив, да, ваш рассказ о том, что многие главы подмосковных муниципальных образований обращаются к вам, да, для того, чтобы пошли в народ, что называется, да, с Горздрава. Конечно, конечно, есть такое дело. Ну, скажите, ну, очевидно, что аптечный бизнес имеет некую достаточно серьезную социальную составляющую. Однозначно. Да. Вот как в этом случае выстраивается взаимодействие между бизнесменами, между вами, прежде всего, да, или в том числе между вами и представителем государства? Ну, у нас нормальные взаимоотношения. Мы делаем то, что нужно для людей. Ну, какая-то поддержка с противоположной стороны подразумевается? Да, в общем-то, нет. Мы же делаем работу. Или она вам и не нужна, в принципе? Ну, если у нас возникают какие-то вопросы, ну, мы, наверное, обратимся по тому или иному поводу, но, в принципе, мы справляемся в основном сами. То есть наша задача сделать что-то хорошее для населения, и мы это делаем. Это нравится городу. Иногда нам предоставляют на льготных условиях какие-то помещения в аренду. Ну, вот как вариант. Да, ну, ну, льготные как? Это нормальные условия, которые, в принципе, город... И должны были изначально быть, да? Ну, да, да, да. То есть не в субаренду, да? Да, 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 да. Нормальная, обычная рыночная, коммерческая ставка, ну, просто для общего рынка это, наверное, считается льготными условиями. Нет, ничего такого нет. Если можно, несколько слов давайте произнесем по поводу, ну, специфики, может быть, этого бизнеса. Ну, очевидно, что любой бизнес завязан на профессионалах. Конечно. То есть насколько важно в этом случае говорить о непосредственно о персонализации каждого сотрудника? Он должен быть высоким. Или вы принимаете, может быть, исходя из каких-то личностных, человеческих качеств, а потом доводите до ума уже? Начнем с того, что профессионалы должны быть в управлении. То есть прежде всего в управлении. Прежде всего. Прежде всего. Когда профессионалы в управлении, они набирают профессионалов и на более низкие ступени. И выдвигают профессионалов на общение непосредственно уже с потребителем. В нашем офисе работают профессионалы, собранные за 20 лет. Мы более 20 лет на аптечном рынке. И лучшие кадры, которые были когда-либо в России, в разных регионах, в разных городах, с которыми мы встречались, знакомились лично, мы их переманивали к себе. И за 20 лет у нас собрался штат. То есть стратегическая задача была именно такая, да? Собрать вокруг себя профессионалов. Однозначно, однозначно. Естественно, такие люди выбирают себе в качестве партнеров, коллег, тоже профессионалов в своем роде. И те люди, которые стоят за первым столом, непосредственно общаются с потребителем, это лучшие люди в своей отрасли. Когда в офисе работает непрофессионал, он уберет кого-то, с кем ему комфортно работать. То есть по другим критериям. По другим критериям. По другим критериям. Мы выбираем и на профессионализм. У нас лучшие сотрудники, лучшие кадры. Тимур, если можно, еще более подробно расскажите, правда ли существует некая градация, аптечная градация, да? То есть есть классическая аптека, есть фарм-маркет так называемый, аптечный киоск, пункт. От чего зависит эта градация, если это так? Ну, классическая аптека и фарм-маркет зависят, это открытая форма торговли или закрытая форма торговли. То есть стоят ли витрины или стоят открытые прилавки, гондолы и так далее. Ну, как супермаркет, гастроном, да? Какие-то такие разделения. Это вот здесь так, киоск, пункт и так далее, эта градация идет по площадям. Если это маленькая площадь, это будет аптечный киоск, у него свой ограниченный ассортимент. Если это площадь побольше, то это аптечный пункт. Если это большая аптека, полноценная, там есть свои лицензионные критерии. Это определяется именно лицензирующим органом. Выходят законы, которые определяют, что для того, чтобы открыть аптеку, нужно столько-то таких помещений, такой-то торговый зал, такие-то подсобные, такой-то кабинет для сотрудников, такой-то для заведующих и так далее. Для пункта требования проще, для киоска они еще меньше. Ну и, соответственно, по мере сокращения площади сокращается ассортимент, который может быть реализован через данный пункт. Ну и в связи вот с лицензирами, о котором вы заговорили, вообще сложно открыть аптечный бизнес? А это вы знаете как? Вот спросить у шеф-повара Мишленовского ресторана сложно приготовить ему вкусное блюдо. Для него, наверное, нет. А если я приду, и мне нужно будет приготовить какое-то блюдо уникальное по своей характеристике, наверное, у меня получится с большим трудом, и я буду долго мучиться, и у меня будет куча каких-то подгорелых коржиков или чего-то еще, и что-то у меня будет не получаться. И я буду говорить, ой, как ужасно это все, как это сложно, как тяжело. Точно так же, если повар из Мишленовского ресторана решит заняться аптечным бизнесом, он скажет, я здесь вот профессионал, открою-ка я себе аптеку. Решил диверсифицироваться, да? Открою-ка я себе какую-то вот супер красивую, интересную аптеку, уникальную, то он столкнется, естественно, с огромным количеством сложностей просто по своей неопытности. Законодательство на самом деле простое, четкое, ясное, понятное. И, ну, те люди, которые профессионалы, для них это нормально, это все понятно. Здесь все логично, все логично, все правильно. Поэтому, ну, когда мы понимаем, что нужно сделать, как правильно лицензировать, естественно, у нас получается просто. Мы изначально берем те помещения, которые лицензировать будет просто. Мы берем то оборудование, которое лицензировать будет просто. Мы ставим то программное обеспечение, которое позволит организовать аптечную деятельность, чтобы она работала просто, да? А когда человек этого не знает, он же не знает, как именно правильно выбрать помещение. Он берет, допустим, квартиру в жилом доме, потому что там более низкая аренда. А она там разбита на какие-то комнатушки, на что-то еще непонятное. У него в итоге получается что-то... А потом она квартира, да, собственно, жилое помещение. Нет, ну, это уже совсем крайний случай. Нет, берут квартиры, переведенные в жилой фонд. Да, в жилой фонд, да, в жилой фонд и так далее. Или берется какое-то помещение без сантехнического сопровождения. Ну, какие-то допускаются ошибки. Допускаются ошибки, и потом люди, естественно, жалуются. О, ужасное, там, лицензирование. А эти ошибки, опять, с точки зрения профессионала, эти ошибки очевидны. Ну, естественно. То есть, опять мы идем к тому, что надо сначала профессионалом стать все же, прежде чем что-то затевать. Осталось немного времени, минутка с небольшим, Тимур. Традиционная просьба о неких перспективах, ну, аптечного бизнеса в целом, ну, и, может, ваших личных каких-то. Ну, аптечный бизнес в целом будет меняться. Профессионалы идут, профессионалы развиваются, непрофессионалы уходят. Время со спекулянтами аптечными закончилось. Слава богу, можно добавить. Да, конечно, слава богу, потому что, ну, это очень важно. Если ты даже работаешь в премиальном сегменте, ты должен делать что-то, за что люди готовы платить чуть-чуть больше. Ну, и, соответственно, отвечать должен за это. И делать это с радостью. Конечно, спекулянт, как правило, не отвечает. Конечно, конечно. Аптеки, которые непонятные, они уходят с рынка. Все больше и больше и больше аптек закрывается. А уходят с рынка те, кто занимался поддельными лекарствами, покупая их где-то непонятно. Все это уходит. Все это уходит. Занимают место профессионалы. Поэтому аптечный бизнес будет развиваться и все будет хорошо. Еще раз. Еще раз спасибо, Тимур Шакай. Сегодня в бизнес-классе. Спасибо за внимание. До свидания.